С высоты полёта земля индивидуальная была окутана облаками Буты Сауна. Ещё одна горячая точка на теле бывшего Союза. Много их появилось за последнее время. Чем определить их накал? Человеческими жертвами или же политическим отчаянным? Ясно одно. Разрастаясь и сливаясь, они грозят превратиться в огромный ожог. Здесь эпицентром конфликта стал пригородный район, который с 1944 года, в годы депортации мгушей, вошёл в состав Северо-Осетинской, до сих пор Советской Социалистической Республики. Решившись земли обетованной, мгуши не обрели в казахских степях Вторую Родину. Со времён Хрущёвской оттепели возвращались они назад, всеми правдами и неправдами пытаясь вновь пустить корни. Привыкшие к обману и несправедливости, мгуши всё же верили многочисленным обещаниям высших праведесных комиссий и ждали возвращения в Кудрику земли. Вот здесь, на этой площади, вот на этом самом месте, весной 1991 года Борис Николаевич Эльцин обещал многотысячному ингушскому народу восстановить его государственность в пределах границ до насильственного выборения ингушей в Казахстан. Народ поверил Ельцину. И когда состоялись президентские выборы, каждый второй ингуш был проводником идеи Ельцина, для того, чтобы его выдали президентом. Ингушский народ стопроцентно проголосовал за него. Именно вот в этом здании, на площади этом, здесь была центральная избирательная комиссия, где стекались данные. Сто процентно народ проголосовал за то, что президент был Ельцина. И он сдержал своё обещание, но только в другую сторону. Приславлены к нам российские войска, которые стреляют нам в спину. Вот теперь мы, люди, которые ходили к старикам, объясняли народу, чтобы они голосовали за Ельцина, они у нас спрашивают. Вот ты же приходил к нам, говорил, что мы голосовали за Ельцина, что он поможет нам, что он построил младшую государственность. Он же теперь убивает нас. Он же устроил геноцид хуже, чем устроил Берия и Сталин. Ответь нам, почему так получилось? Что такое? Наши ингуши не говорят, что виноваты российский народ. Но ингуши говорят, что виноваты руководство и российские войска. Теперь в здании, где когда-то подсчитывались голоса живых, жаждущих перемен, сегодня подсчитывают количество убитых и раненых, пропавших без вести. Судя по официальной информации, мы ожидали увидеть в Назране целый арсенал и организованные отряды ингушских боевиков. Но ничего подобного мы здесь не увидели. Лишь несколько легко вооружённых человек охраняли здания, в котором только начинали формироваться структуру государственности Ингушской Республики. Единственное скопление ингушской брони мы обнаружили в неукрометальном заводе, где на старых плакатах ещё теплилась надежда на всеобщий мир. А почему вы сняли двигатели из этих боевых машин десанта и пехоты? Мы сняли двигатели, потому что если мы... Это надо на заложника менять. Если мы с двигателями их отдадим, то завтра же эти машины пойдут против нас. Больше нам ничего не остаётся. А вот двигателя мы не отдадим, потому что технику мы вернём. На заложника поменяем. А у вас лично есть какое-то оружие? У меня? У меня есть вот нож. Но этот нож не уязвим для этого танка. Если он был бы уязвим, я этот танк взял бы. Но он не уязвим. Что я с ним сделаю? А так вот такой бронетехники у вас в Ингуши, на Ингушской стороне практически нет своей. Не то, что практически, вообще нет. Вот она. То, что есть, это в бою добытое. Вот она, голыми руками, в принципе, добытое. Нас называют бандами, там, я не знаю, как, агрессорами. Давайте я скажу. Агрессорами, как угодно. Ну, в данном случае народ никак не может быть агрессором. Не может быть бандитом весь народ. В упор, в упор стреляли российские танки. В упор. Я сам видел. Первое, что бросается в глаза, когда встречаешься с российскими мировоззрительными силами, это били и разнообразие вооружений. При этом было совсем непонятно, почему в зону недавних боев не пускают ингушей, ссылаясь при этом на невозможность обеспечения безопасности. Это при такой-то силе. Приградный район оказался отрезанным на том в Ингушете. Люди не могли попасть в свои дома, узнать судьбу родных и близких. Но самое страшное, их не пускали собрать и захоронить тела погибших. Ежедневно в Черменского поста собирались сотни людей. Выстраивались колонны грузовиков с белыми флагами. Но воины на посту отвечали. Нет приказа. Все это очень плохо увязывалось с той официальной миссией, которая была возложена на войсках. Вы сейчас сюда хотите пройти зачем? Чтобы пройти свою сестру. Просто тело забрать? Конечно, мне надо тело забрать, останку своей сестры забрать. Я же не могу. И сколько вы дней не можете туда проехать? Вот уже я с кастры. Пятый, шестой день не могу, не пускают. На ваших глазах задавили вашу сестру. Кто это сделал? БТР. Военный? Военный. А где это было? Это вот между поселком, между дачами, на полях было. Мы прятались в кукурузе. Он видел, он раз мимо нас прошел где-то метр, потом второй раз уже прошел, второй раз уже он задавил. Он уже нас увидел, потом на нас встал. А у этой сестры остались какие-то дети? У восемь детей у нее осталось. Нас оттуда не пускают, ради того, чтобы мы не могли забрать свои трупы. Это раз. Они сняли фильмы, это два. Вот наши дома, жены там стоят, они снимают фильмы, отправляют эти фильмы в Москву, говорят, что ингуши делают геноцид. Понимаете вы? То есть они просто показывают трупы ингуши и говорят, что это ингуши убили ассетин. Да, мы ингуши уничтожали эти ассетин. Вообще никого нет. Я удивляюсь односторонним подходом и освещению конфликта. Все идет то, что здесь какие-то ингушские войска, ингушские боевики и какие-то чуть ли не бронеобъектов в большом количестве со стороны ингуши. Я не хочу оправдывать, допустим, ингушскую сторону и лидеров отдельных. Они тоже наделали делов. Но вот так как преподносят, это все несправедливо и неверно. Российская армия воевала и уничтожала, будем так говорить, мирное население ингуши. В пригородном районе все дома сожжены практически. Это дело российской армии, да? Ну все, что на плечах российской армии, все это вошли туда остальные вооруженные формирования. Я считаю, что это было спровоцировано. Дали, будем так говорить, толчок к этому. Недалекие люди, если так сказать, клюнули на это дело. А потом нанесли решительный удар с помощью российской армии. И первую огонь нанесла и уничтожала народ. Я считаю, что порядка тысячи убитых будет, не меньше. Мы сейчас до сих пор не можем определить, сколько погибших. Нанесла российская армия. Танки, артиллерия, авиация, вертолеты били с неуправляемых снарядов, неуправляемых снарядов. И боевые машины десантников, и боевые машины пехоты, внутренние войск, и бронетранспортеры. Неужели опять весь груз ответственности за садинами полностью обрушился на плечи военных? Опять те, кто дали право меча российской армии и направили косить этот меч в одну, лишь выгодную для них сторону, останутся безнаказанными. Похоже, история нас ничему не учит. Пригорный район превратился в выжженную зону, где и по сей день творится беззаконие. Мы действительно вперед подумали, раз российские войска идут, значит, на какого-то миротворческие силы водить. Вот, значит, они между нами станут и все утирят. А уже на виду, когда уже в танке оказались уже, и мы не думали, что будет снять. Сразу же, ни с того ни сего, даже никаких разговоров не было. Уверенно, мы свободно стояли и начали болеть. А вот вы были ранее... Смират, танк, осколок. Вы тоже? Да. Там мы рядом стояли, мы вместе. А вот в средствах массовой информации, вот сейчас, в частности, проходит такое известие, что у ингушей были безоткатные орудия, бронетранспортеры. Безоткатные орудия, честное слово, я... Если однослога и двуслога, или берданка и кремлевка, если безоткатные, то будет... Россия-то здесь получила, что она приняла какую-то одностороннюю сторону? Да. И по их телевидению, что интересно, самое интересное, пропаганда идет в одну сторону, что ингуши бандитских оранжеваний, потому что в первый день уже... В первый день уже ингушей здесь никого не было, здесь стариков только убивали одних. Знаешь, что... Да. Порядочно ингуши поступили. Они вполне могли уже давно, наши схватили все с вооружением, захватили заплатить. А вооружение вот ингушей какое было, как вы сами видели? Реально у них легкое вооружение такое было. Легкое. А со стороны Осетина? Со стороны Осетина у них полностью гвардия была вооружена, БТРы, тяжелые крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. Когда я хижаю, выступал, суббота это было, прошлого суббота, говорит, я веду свои войска, я приехал сюда с миром, но после этого у нас вот это все началось. А это что у вас в руках? Вот у меня в руках снаряд, мне кажется, что это Алазань. Этот снаряд попал в дом моих соседей, который находится буквально рядом с моим домом. В результате погибла мать двоих детей, которая была буквально разорвана этим снарядом, он прямое попадание. Сейчас посмотрим на это место. И этот дом полностью сгорел. Мы, жители этого поселка, мы ниоткуда не пришли, мы сидели в своих домах, взяли охотничьи ружья, сели у входа и охраняли свои дома. Потом, сколько могли, охраняли, с приходом российских войск, после их только прихода, наступление осетинской стороны активизировалось. Говорят, что человек умирает столько раз, сколько раз теряет он родных и близких. Сколько же раз умирали ангуши. Они приходят в разрушенные поселки сегодня тайком. Нашедших хоронят быстро, из-за опасности нападения. Здесь принято хранить на родовых кладбищах, но сегодня не до соблюдения обрядов. И вырастают могилы рядом с сожженными домами. Я понимаю, посты отстреливать, согласен, боевые действия идут. Но обстреливать мирных женщин, детей, взрослых, не признаю. И чужую я еще хижу, считай, убийцей. Почему? Потому что в это время, после того, как он здесь был, после того, как нам перемирие назначили, после его выступления по телевидению, о том, что прекращение будет, значит, убита Эймурзиева. Женщина, мать двух детей здесь похоронена. Местоев, Ахмед, старик, здесь похоронен. И дети. На второй день боев, когда мы прекратили все действия, действия обороны, наступление началось гвардией, молодчиками Терзиева с юга Осетии, с Хенвала. Они сначала захватили поселок тяжелыми, причем, артиллерией. После этого началось мародерство. При огромном скоплении миротворческих сил в пригородном районе можно было бы навести порядок в начасе. Техники и личного состава хватило бы, чтобы у каждого дома поставить пост. Но вместо этого войска перекрыли со стороны Ингушетии все дороги. А вот из луги Кавказа путь был открытым. Приходи и грабь. Правда, время от времени подразделения МВД патрулируют сожженные поселки. Осетинские мародеры действуют нагло, в открытую. Как, например, эти, которые пытались угнать в Лугу. Давай, 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 присядь. Я... Видите? Вот на эту. На лиховой нет ничего. Паспорта нет ни у кого. Ну что они правильно с вами делают? Я в комендатуру отвезем, и все, и привет. Впрочем, большинство из задержанных отпускают по домам. И все же, в той односторонней позиции, которую заняли войска, было исключение. Офицеры дивизии, постоянно дислоцирующиеся к пополу Родид-Ахтазу, по собственной инициативе взяли под охрану Ингушей. Я считаю, что мы, вот наша дивизия конкретная, что мы предали этот народ, который здесь находится. Реально надо было в первые же дни дать команду, чтобы мы здесь охраняли людей. А почему такая команда не поступила, как вы думаете? Не знаю, наверное, руководство себя носить не позволило. У нас много находятся в городке семьи с детьми. И уже ходят слухи, что переписывают даже семьи военнослужащих, кто у себя принимал Ингушей, и у кого они живут. И говорят, потом мы вам устраиваем. Хорошо, если завтра был приказ отдать Ингушские семьи, вы как поступите как офицер? Я их к офицеру не отдам. Я буду защищать их. И многие мои товарищи тоже самое. Даже если эта команда поступит от высшего руководства? Так точно. Да. Не отдам. Военный городок Спутник стал пристанищем для многих семей беженцев. Я скажу, что мы оттуда, в общем, как бежали? Они зашли с автоматами, вооруженные до зубов. Мужа забрали, мы ели сюда. А почему вы ушли из Владикавказа? Потому что нас начали в эту ночь громить. Всю мою квартиру разгромили. Из Владикавказа, да? Да. На БАМе я жила на улице Владикавказской. Разгромили мою квартиру. Мы пять дней ночей скрывались на чердаке. У русских соседей ни один осетей нам не помог. Потом нас вывезли оттуда. Военные соседа наш вызвал русских мужчин. Он у нас вызвал, чтобы нас не растерзали. А мой муж доложник. Да. Вот эти заложники. Мой муж сейчас доложник. А уже с четверга, я не знаю, где он. С роддомов женщин, которые рожали, роженицы, их забирали уже. Куда забирали? В заложницы забрали. С маленькими детьми, с грудными детьми маленькими. В халатах, в халатах своих. Это осетины. Осетины. А кто еще? Получается, что эта акция была давно спланирована. Да, конечно, по организации разъявида. Любой малопонимающий военный в военном деле человек поймет, как здесь организовано все. В один день тут исчезает представитель Верховного Света России по Ингушетии, товарищ Ермаков, исчез, нежели вдруг за 5-6 дней. Дальше. Вот тут. В один день можно в один день 30 тысяч арестовать. Вот с утра, по неделю. Как раз все Ингушетии, которые живут в Орженке, говорят, тут же арестованы. Это люди должны еще полдня подумать, что происходит. Началась, не началась. А тут рост и семья. Потом организованы, как все это, вступление в бой. ОМОН, гвардия, ополчение и так далее. И артиллерия. Вот и все. Получается, что российскими войсками руководили из Северной Осетии? Правильно. Они еще эти требуют, чтобы по юридикции были российские остались и так далее. Вступники нам рассказали, что в казармах дивизии еще множество беженцев. Он сказал, что все у нас так прижимают. Гуманитарная помощь. Штаб-корпус ведутых, представители не прибывают. Мы пытались встретиться с командованием дивизии. Нас не пустили, ссылаясь на неожиданность объектов. Пришлось проникнуть на территорию дивизии через дырку заграждения. Беженцы же больше походили на заложников, ибо не могли вернуться к своими домам. А условия их содержания вряд ли можно было назвать смыслами. Сколько дней вы здесь находитесь? Ну, мы уже находимся около двух недель. И условия? Условия ужасные. Абсолютное антисанитарие, кругом грязь. Питание очень плохое. Единственное, вот то, что нам военные помогают, а так, в принципе, дети у нас голодают. Детского питания у нас нет, никаких пеленок. В общем, в принципе, ничего такого. А были случаи смертности детей? Да, были случаи смертности детей, стариков. И сколько, как вы думаете, сколько вы здесь будете находиться? Мы здесь будем находиться до тех пор, пока нам российское правительство не будет гарантировать нашу безопасность, и мы не вернемся в свои дома. Мы вернемся только в свои дома, и никуда уезжать не будем. Здесь делается все для того, чтобы нас вынудить уехать за пределы республики. Северная сеть, я имею в виду. Но мы не собираемся отсюда уезжать и не уедем. Многое из того, что мы видели и слышали в эти дни, казалось нам страшным сном. Каково же было пережить и выдержать все это женщинам и детям? Их молчание сильнее крика разрывает души. Тысячи их беззащитных оказались в заложниках, судьба многих неизвестной по сей день. Вы были заложниками? Да. Вас кормили эти дни? Нет. Дети ваши тоже были голодные? Голодные были. У нас же не было, у нас же денег не было, они все отобрали у нас. И две сутки мы просидели в подвале, в Мармадаке. Там уже подвал был, мокрый, грязь, и там люди наши сидели. Нас там было человек 700. И даже нам сказали, если у вас деньги есть, берите, мы вам хлеба купим. А откуда у нас деньги были, когда нас все отобрали? Пять тысяч собрали. Это как его? Пять тысяч собрали, видимо, которые там сидели, у кого-то было. Нам принесли пять булок на 700 человек. Мы выводили девушек. Вот, допустим, в 12 часов ее забирают, а утром в 6 часов опять же их выводили девушек. Насиловали девушек. 16-17 лет девушек насиловали. То есть из числа заложников их забирали на ночь? Да, из числа заложников на ночь забирали. Вот. И главное, где мы сидели в подвале, где-то уже в 12 уже в часу они начинают туда же прям стрелять. Мы выводили наших парней, вот, говорят, что вот будем их менять, и выводили их, стреляли, убивали их. Вы надеялись, что вы уберетесь живым? Мы не надеялись. Нет. Мы не думали, что мы останемся живыми. Дети наши вообще были больные, животы начали уже опухать, начали животы от голода. Два года этому моему сыну. Вы не поверите, он начал Бога молить, чтобы мы живые остались. Тебя с мамой держали? Да. И с заложником ты был? Да. А что такое слово заложник? Как ты его понимаешь? Это слово заложник. То есть, что тебя могут убить в любой момент, да? А ты вообще понимаешь, что такое автомат, а? Понимаешь, что такое автомат? Да. А ты мертвых людей видел, нет? Нет. В общем, они сказали, что они его выручат, вывезут с корца. Вот что я... Дальше я ничего не знаю. Он говорит о заложниках был. Единственное, что я знаю, вот что привезли его, и все. Вы сейчас видите Хучиева, Иису Юсупович, он являлся капитаном милиции, участковым инспектором поселка Корца. Вот характер ранения, я думаю, здесь не нужны какие-либо комментарии, вот перезано горло, видите, вот здесь. Подолжение, институт. Я заместитель начальника следственного управления прокуратуры Ингорской республики. Дело в том, что у нас двое находились в командировке там, и были, мы считали их заложниками. И нам остинская сторона говорит, что они в безопасности. Некоторые с Октябрьской есть, в Шумунже есть с Октябрьской. Есть заложники некоторые, но я не знаю всех, но вот эту женщину я знаю. Я сам оттуда, с Октябрьской. Вот эту женщину я знаю, врачом она работает. Женщина, почему? Тут женщина, почему? Ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты молодец. Я потомок тех, которые воевали в русской армии. На Шибке воевал мой прадед, мой дед воевал в порт-Артуре. Отец мой похоронен под Кенисбергом. Я сам служил в русской армии. Неувидаемой славой себя покрывала русская армия. А сегодня она покрыла себя неувидаемым позором. Теперь, с этого дня, я, мои родственники, мои потомки, вы дали клятву. Я своих детей не буду учить в школе. Я буду учить их держать в руках винтовку. Читают в Ангушетии о погибших ясе. Молятся старики, открывая дорогу усопшим в вечность. Но кто же здесь, на земле, укажет дорогу живущим? Кто и как успокоит израненные войной души? Страшно, когда подрубаются молодые корни древа народного, когда овцы хоронят сыновей, когда ненависть вселяется в сердца живых. Сегодня в горах Вангушетии, Краус. Во время этой кровавой бойни немногие ингушские села оказались в кольце блокады, прижатые осетинским ОМОНом и гвардией к отрогам Большого Кавказского хребта. Сложен пален в горах. Туманы, разреженный воздух, резкие порывы ветра. Но не до погодных условий, когда льется кровь. Вертолетом доставляют сюда продовольствие и лекарства. Отсюда вывозят стариков, женщин, детей. Тут накопилось население, тут очень много беженцев, людей, детей, стариков всех. Тут вот в Сурнгопской ушели, вот лежит напротив Северной Осетии, начали обстреливать с гаубиц. Я не знаю, какие ракеты, вот вы видите, есть вот жилые дома, которые здесь пострадали, есть пострадавшие дети. Нету никакой медицинской помощи. Ведут со всех сторон обстрел, со всех ушел, идут беженцы. Где вы получили свои ранения? В воздействии Лени Джейрах. А вы ехали на машине, когда вас обстрелили? На машине. Пытались вы выйти из района, да? Да, из-под обстрела идти. Ребенок сильно пострадал ваш? Конечно, без сознания была, только пошла от себя. Врачи даже не надеялись. В чем же повинна двухлетняя Тамара, ее мама и тысяча ингушей перед современными политиками, ведущими нас к очередной победе через горы страданий и трагедий? Я еду. Здорово, Магомед. Чем же двинный? Магомед Чем же двинный? Все, хватит. Уже больше нехуде. О чем думают сейчас те, кому посчастливилось занять место в Верховесе? Что будут рассказывать о нем через годах? Можем было считать себя счастливчиками, которым удалось столь легко вырваться из града. Сколько же страданий может выдержать человеческое сердце? Сколько горя, слез и крови еще может впитать себя эта земля? Где тот предел, за которым само понятие жизни становится бессмысленным? Нам показалось, что мы уже давно прошли его. Так и не заметив. Те, кому не хватило места в вертолете, пешком, ущельем выходили на большую землю. Нам, пролетавшим над этими местами, трудно было поверить, что это возможно. Необласканные в царские времена, депортированные в Советский, ингуши научились преодолевать свой путь в одной связке. Горы не терпят НЛО. Сотни добровольцев, проводников помогали обессиленным людям пройти по тропе через горы. Здесь ее называют тропой горе-ингушства. Далее! Попаду к молоку. Так, все. ТОНО. 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 КОНЕЦ Сколько дней уже идут люди? Люди уже не пять, шестой день уже, в нескончаемом потоком это уже идут. Во-первых, надо через скалы пролезть непроступно, это надо расчищать завалы, которые каждый день у нас проваливаются дороги. Это носилки самодельные, но считай каждого второго старика мы уже на носилку оттуда унесем, а два человека там нету, тропинка, которую можно пройти. Вы сами видите самую широкую тропинку. Это вообще, во-первых, дети уже, это от мороза в горах уже вот несколько трупов. Вот если днем идти, обстреливают или нет? Вот буквально, когда мы сейчас сли, вот одиночный выстрел, ну это чувствуется, снайперская винтовка, и ни с кем не перепутаешь. Это обычно вот отсюда, километров 11, вот выше, по ушелью. А бывали случаи, что люди срывались в пропасть? Я иду отдельно, своей группой, допустим, там людей мы выводим. Это при мне несколько случаев, я не говорю там о детях, стариках, вот, их нужно всех неси на руках. Облеты военные вертолеты совершают, вот буквально 11 километров выше, вот, ночные выстрелы, эхо не знаем мы, где это обстреливают. Ну, слава богу, там с пули просвистели, не было там. Мы не усекли жаль, за нами еще были там выстрелов 15. Нет сил уже больше смотреть на страдания людей. Я вот только сейчас иду из Жайраха. Сколько я видела людей, которые несут детей маленьких. Я взрослый человек. То, что я прошла этот путь проделала, я знаю, как мне было трудно. Я несколько раз падала в дороге. Ну, а что делать людям, которые несут малых детей? Что им делать? Как им идти? Не одетые, не холодные. Это же, я не знаю, то, что делается в отношении нашего народа, это самый настоящий геноцид. Нет сил смотреть уже на страдания этого народа. Сколько можно? Когда мне было совсем мало лет, я была выслана вместе со своими родителями в Казахстан. Перенесли мы эту выслалку. Теперь после всего вот такое издевательство над людьми. Да сколько же можно в конце концов? И во всем этом виновата Россия. Потому что Галазова можно понять, осетинский народ можно понять. Они второй раз на крови ингушской, на поте ингушском, на их добре садятся жить. Но как понять Россию? Россию я вообще не могу понять. Ведь все это, все, что делается в отношении ингушей, это на совести России будет. Потому что мы верили. Доверчивость нашего народа ему все испортила. Мы верили Ельцину, мы верили демократической России. А оказывается, демократизма, демократизма, еще шагать и шагать. Я смотрела на детей, которых вот несли сейчас по этой дороге. Это же кошмар какой-то в нашем 20 веке. Вот такие вещи. Подножье гор ингушей организовали передвижной пункт помощи беженцам. Если бы не эта поддержка, кто знает, сколько бы еще жизней оборвалось в горах. Мне помогли парни пронести его. Потому что меня даже двое парней несли. Я не могла идти. Я из силы выбилась уже. Я потеряла дом. Мой дом сожгли. Все сожгли. У меня осталось под 8 детей без дома. У нас все садится. Мирные люди продолжали страдать. А в штабе миротворческих сил как будто этого не замечали. Войск не было там, где необходима была помощь. Они стояли на площадях и перекрестках, поигрывая оружием. Неужели в который раз, тянутая политиками в преступления, армия не уяснила, что совесть не должна поддаваться приказам. Иначе ствол может упереться в любого из нас, невзирая на нацию. Неужели мы забыли события в Венгрии и Праге, войну в Афганистане? Или же опять через десятилетия будем каяться в садийном и сваливать вину на поконников? Но Ингушетия это даже не ближнее зарубежье. Это уже Россия. На границу Чечни пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Здесь в Назране мы разберемся. Назране это не беда. Главное вон там, оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать от границы Чечни, потому что там и границы-то никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Серноводской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас, и в берег клины еще между Ингушами и Чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться. Еще одного здесь себе в тылу дошли. Разбирайтесь по границам. Передайте ему изъявление, что я обсуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки тоже тут не бесплатное предложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе, Ингушетии? Или вы мне не доверяете? Тогда пусть приезжает тут Ельцин страна, садится и командует в Ингушетии. Говорил сегодня по телефону, с русским говорил. С ним говорили депутаты России, вот которые находятся. Ингушенко, Селиванов, все говорили. Ну, кому кто еще должен сказать? Около чеченской границы войска были остановлены народом. Это граница Чечни и Ингушетии? Да. Как вы относитесь к тому, что сюда привели российские солдаты? Отрицательно. Почему? Потому что мы прожили, понимаете, без всяких границ. И сейчас мы можем прожить. Я считаю, что вот эту технику надо поставить там, где давят ингушские детей, женщин и стариков. Если они пришли, значит, чтобы миротворческими миссиями так речат вопросы, то они там должны стоять. Вы стоим в национальной секторе? Я чеченец сам. Мы пришли только с миром, только с добрыми пожеланиями. И я думаю, что люди поймут нас правильно. Ну вот вы у народа спросите, они желают, чтобы вы здесь находились. И они вам все сейчас отвезут, как Азин, что не желают. Значит, я не буду спрашивать у народа. Вот с какой целью вы сюда прибыли? С какой целью прибыли? С целью разъединить силы, я так думаю. Но здесь вот нету осетинских никаких сил. Здесь ингуши живут. Ну мы люди военные, мы приказ выполняем. Вы знаете, куда вы едете? Нет. Не знаю. Не знаю. Нам еще не сказали. То есть вам дали приказ просто выступать, вы собрались и поехали? Конечно. А вы до этого, вот за эти пять дней, что вы здесь находились, вы участвовали в боевых действиях каких-то? Нет. Это не важно. Вот вы уверены, что именно эти войска участвовали в боевых действиях? Уверен. Сто процентов вот они были. На башне одного танка, так, мятина должна быть, адрес вален. Если не верите, идите посмотрите. Увидев видеокамеру, танкисты пытались разбить ее стволом. Давай, Наш, снимай, снимай. Снимай, не трогай, не трогай. Снимайся. Снимайся. Да, поднимайся. А вообще, вот, вот российских войск на эту территорию, вы считаете, это правильно или нет? Черт его знает, что там наверху думают. Они им-то виднее сверху. Так будем говорить, правильно? Ну вы, ну вы как человек, вот, не как военный, а как гражданин. Я как гражданин, честно, не хочу воевать. Я не знаю, где этот танк был. Если на то быть. Я не могу, ничего сейчас. Вы что, ничего не знаете? Идут учения, мы же тренируемся, с ней обучение. Обучение личного состава сейчас идет? Конечно, конечно. А куда вы подвигаетесь? Точку указанную. А какая указанная точка? Я не имею права. А секрет, да? Все соединенные здесь армии автоматически ассоциируются с Россией. Конкретно с русским народом. И опять может пролиться кровь безвинных. Учения миротворческих сил продолжались. А в Назрань прибыл Егор Гайдар. Что сейчас нам надо в первую очередь делать? Не устраивать истерики. Нам нужно обеспечить снабжение продовольствием. Вот для этого я сюда и приехал. Необходимо перебросить. Егор Гайдар. Если разрешите, я скажу, что я думаю. Потом я с удовольствием послушаю вас. Второе. Нам необходимо вместе сейчас обеспечить захоронение погибших. Это первоочередная задача. Третье. Я сюда приехал для того, чтобы организовать эту работу. Третье. Необходимо обеспечить обмен заложниками. Реализовать его на практике. А вам не кажется, что все это поздно. Вот ваши решительные действия. Что? Поздно все это уже делать. Нет, я думаю, что... Конечно, поздно. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся. А по крайней мере на пять дней раньше. Почему же-то? А власть нужна, если она ничего не знает никогда? Егор, Егор! Вы знаете, вот самое легкое, это сейчас, используя вот эту вот тяжелейшую ситуацию, кровь, еще раз постараться раскачать ситуацию и толкнуть людей еще раз друг против друга. Но это самая безответственная позиция, всякая есть. А зачем вы его поставили на границе чуть-правду? Друзья, я должен поговорить с людьми на площади. Гайдар не поговорил с людьми на площади. Он спешно покинул Азрам под усиленной охраной. Видно, торопился к неотложным государственным делам. Правда, вопросы, которые он обещал решить, остаются нерешенными и по сети. Оказалось, что вся эта процессия больше напоминает похоронную. Им души хоронили свою надежду, свою веру в нынешнюю демократию. Сейчас я стою в чужой одежде, раздетая, разутая и голодные и больные дети у меня на руках. И ничего успокоить ни одному человеку Гайдар не сказал. Не знаю, для чего он приехал сюда. Выйдя перед народом, он не сумел, не сумел показать свое лицо и лицо России. То есть есть в ее высказывании, что если вы не сможете там жить, мы вам в России место найдем. Мы в России живем. Зачем нам место находить в России? Этот вопрос и стоит 200, и 300 лет пройдет, будет стоять. Не лучше ли жить телевизионным путем? Если мы вот так будем решать внутри проблемы, я понимаю, тяжело решить просто Карабах, допустим, там Армения, азербуржан, два суверенных государств. Но когда внутри России два, две республики живут рядом, будем так говорить, и спокойненько жили, и если она рассудить не может, то за что она взялась тогда. Старая истина гласит, при согласии малые государства растут, при раздорах великие рушатся. От этого народу одни беды и несчастья. Хорошо, чтобы об этом помнили наши руководители, не только в момент присяги. Хотелось верить, что на Дангушетте рассеется игличная сова, немного страдальную землю, а заряд лучей мира и справедливости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова